Здесь, в 70 километрах от Владикавказа, при въезде в село Чекала, административный центр Иравского района Северной Осетии, находится гостеприимный дом приветливого хозяина Руслана Минзаева. Этого человека в селе знают все и уважают за отзывчивость, доброту, стремление прийти на помощь в трудное время, а еще за профессиональные качества. Спортивный судья всероссийской категории неоднократно признавался лучшим на различных соревнованиях по вольной борьбе, проходивших в Северной Осетии и за ее пределами. Он награжден многочисленными дипломами и грамотами за многолетнюю и плодотворную работу по воспитанию юных спортсменов. Но свою трудовую биографию Руслан Борисович начал со скромной должности столяра-мебельщика. Потом была работа техником-электриком, методистом, руководителем танцевального ансамбля, директором Дворца культуры, заместителем начальника управления культуры администрации Иравского района, тренером по вольной борьбе и даже инкассатором. Его знают как грамотного, энергичного и честного человека, умеющего брать ответственность на себя и принимать верные решения. Но мало кто в селе догадывается, что Руслан Минзаев, украсивший свой небольшой сад благоухающими цветами и декоративными деревьями, уже 49 лет является единственным на Северном Кавказе мастером по изготовлению сабель и щитов для танцевальных ансамблей. У меня своя работа была, и этого влечения знать даже не знали. Многие, это сейчас даже будет для них приятным удивлением, но я это делал, когда есть заказ, я в домашних условиях, никто этого не видит. Но мои близкие друзья, все остальное, конечно, не знали в этом. А так не особо я рисовал все это людям. Руслан Борисович с детства любил что-нибудь мастерить своими руками и для себя, и для друзей. Разбирал и ремонтировал часы, из подручных средств изготавливал самокаты и всегда мечтал о мастерской для занятия творчеством. А вот это моя мастерская, в которой мы свободное время проводим за этим интересным занятием. Сейчас я вам покажу, как все это начинается делать. Вот это внутренняя часть щита, а это наружная часть щита. Вот это уже я разрезал сегодня. Вот инструмента около меня, все то, что надо для изготовления щита остальные, и он в шкафах. И вот берем циркуль. Циркуль, значит, вот так расчерчиваем металл. И берем ножницы. Ножницы очень качественные, победитовые, которые сделаны на нашем вагоноремонтном заводе. И вот так прорезать надо вот этот круг настолько точно, что если даже один миллиметр где-то будет выступать, оно может, когда уже надо его вальсовать, оно может вести его там. И вот так, значит, вырезаем круг. А потом ставим, берем лекалы. Лекалы, они у меня уже отдельно. Они вот здесь, в большинстве, это лекалы вот этого старого образца, которые были им уже, наверное, лет сорок. Вот это лекала войнахская, которую этот войнаху я делал. Значит, а есть наши лекалы, значит, которые мы пользуемся. Берем вот эти зажимы, зажимаем его двумя зажимами. Абсолютно ничего, ниоткуда не должно дергаться. Ну так, следующая операция, значит, нам сейчас надо его расчертить. Это победитым наконечником, там уже ни карандаши, ни фломастеры не найдем, и начинаем вот эти чертить, значит. Развесовки. Вот так, раз. Берем керн, молоток, и надо все точки вот так откирновать. Откирновали 12 точек. Вот так. Это откладываем вот тут на место. Снимаем с него. Здесь все создается с нуля. Для щита, например, расчерчивается и разрезается металлический круг с орнаментом. Ему при помощи различных молотков придается выпуклая форма. Причем удары должны быть одинаковой силы. Потом нужно загнуть края равномерно по всей длине окружности. Вырезать второй круг из другого металла. Наметить места для ручек. И это только начало. Процесс сложный, многоэтапный. Чтобы изделия получились качественными, приходится трудиться, не покладая рук, говорит Руслан Минзаев. Мастер увлекся этим ремеслом еще в юности, когда вместе с другими ребятами-односельчанами учился осетинским танцем, а новый руководитель ансамбля решил поставить танец с саблями. Вот только необходимого реквизита в наличии не было, как и средств на его приобретение. На репетициях понадобился танец поставить с саблями. Мы, естественно, задумались, откуда взять их, вот эти сабли, щиты. Мы даже представления не имели, где их делать, но когда поспрашивали во Владикавказе, там в Арджиникизе, в других этих ансамблях, нам сказали, их изготавливают только в Грузии. И тогда предложение внешь. Самый старший был в нашем коллективе Рамазан Цориев. Он на тот момент являлся уже двукратным победителем республики среди сварщиков, молодых сварщиков. И он предложил, давай попробуем сделать саммит. Он попросил меня прийти к нему на работу и помочь ему. И вот на другой день утром я пришел к этому времени, он выразил 12 кругов из металла, и какое-то приспособление сделал, там сельскохозяйственные, которым барануют поля, там вот этот диск прогнутый. И он приварил его к чему-то, и со внутри поставил вот этот свой диск. И мне сказал, вот бери вот какой-то камень поудобнее и начинай выгинать его. Результат особо не порадовал. Изделия хоть и подходили для постановки, но были тяжелыми, особенно щиты. Зато процесс очень увлек и пробудил у молодого человека творческий интерес. Ну, когда у меня уже окончательно появилось желание их сделать, я, естественно, по городу уже, по заводам пошел, поспрашивал. Мне подсказали, на электроцинке подсказали, что есть там один жестянщик в ремонтно-механическом цехе завода победит. Его зовут Николай. Ну, вот он вам все ответы на все даст. Я пришел к нему, поговорил с ним, но он так посмеялся и говорит, ты не самый легкий металл выбрал, с ним очень сложно работать. Ну, при желании все можно сделать. И он побежал мне потом, говорит, приходите в выходной день, этот, субботу, поработаем, посмотрим. Вот так пришел я к нему, и начали вот с ним, он уже вообще-то показал мне, как можно это очень тяжело и трудно, как его вырезать, как его выгинать деревянным молотком, там все прочее. Он, в общем, первые азы он дал мне. А насчет легкости, мы внутреннюю часть простого материала делали, простого металла, который где-то в пределах 1,2 мм, и это было тяжеловато. Вот первый комплект получился килограмм 250 грамм. Ну, потом со мной встретил я этот, как бы, одного друга, который служил со мной в армии. Он работал в тот момент где-то в другом месте, и он мне подсказал, есть металл, короче, АМГ-2М, это самый твердый среди алюминий. Уже дальше идет дюрель. Они, где-то у них в цехах, они делали с него какие-то вентиляторы, они делали какие-то лопасти с него. И вот он мне принес этот материал, и когда вот внутренний час мы сделали с него, вес получился уже 800 грамм. Вот это был самый большой успех в начале. Это было в 1973 году, и тогда мало кто из знакомых Руслана Минзаева мог подумать, что уже через несколько лет комплекты сабель и щитов на Северном Кавказе будут изготавливаться именно в Чикале. А изделия мастера начнут блистать в различных видах сценического искусства, от воинственных танцев различных ансамблей, гастролирующих в России и за рубежом, до театральных постановок и кино. Моими изделиями на сегодняшний день даже всех так не упомнишь, конечно, но государственные ансамбли «Алан», «Кабардинка», «Войнах», «Симп», безусловно, все заслуженные ансамбли Северной Осетии и все районные ансамбли, ну, диаспоры, я их всех не помню, начиная с Ростова, Ленинград, Москва. Вот когда «Войнах» у меня заказывал, они мне сказали, что мы ваши щиты видели в Красноярске. И, безусловно, кто в комных театрах работали, в Америке, Франции, Англии, все работают моими щитами с ансамблей. Это оружие декоративное, оно облегченное, не нуждается ни в ручной закалке, ни в тщательной полировке. Но, как и все изделия, пользующиеся спросом, требуют профессионализма и высокого мастерства. Ну, полировку я как-то первоначально делал, потому что раньше, вот сейчас, какие есть нержавейки, их не было. Раньше была матовая цветь. Один раз я шлифовку проделал, и такие блестящие стали. Это первую партию, которую я отшлифовал и сделал с него блестящий такой щит. Многим понравилось, и как-то в дальнейшем начал их полировать, наружную часть. А так закалки никакой не надо. Наоборот, чем лучше поддается нержавейки, тем удобнее в ней работать. Для производства своих изделий Руслан Минзаев использует легкие и прочные материалы, нержавеющую сталь, алюминий и титан. Вот щиты, например, я делаю наружную часть нержавейку, а внутреннюю часть для прочности щита, чтобы наружная часть больше сохранилась, и чтобы удобнее было им работать. Облегченный самый нужный материал, это, значит, АМГ-2 алюминия, который, значит, дает возможность, значит, наружной части поработать больше. А сабли делаю с титана. Есть просто его много образцов, более 20 маркировок титана, которые я знаю, она острая не должна быть, потому что как раз таки должна быть таким, чтобы искры летели, эффект был в танце. В мастерской Руслана Минзаева есть несколько видов клинкового оружия, созданного специально для танцев. Во время постановки сабли и мечи мелькают с невероятной скоростью, а в парных поединках при каждом взмахе от их ударов летят искры. Вот это сабля, танцевальная сабля из титана. Я, честно говоря, даже марки не скрываю. Вот это 4-1, толщина 3-5 миллиметра. Но то, что для чего она нужна, это вот демонстрируют искры его, значит, искры легкие, звук есть. Вот для чего титана делается. Мастер придает каждой заготовке нужную длину и форму. Это зависит от цели использования в танце или спектакле. Например, если оружием не сражаются, то его клинок можно сделать полегче и пошире, чтобы он был более четко виден из зала. Да и сам клинок нужно вытянуть так, чтобы центр тяжести остался в определенной точке, иначе будет вываливаться из рук. Например, вот я всегда брал вот эти размеры и все прочие у профессионалов. Вот государственную ансамбль, ансамблью сделали 600 миллиметров. Я просто 10 миллиметров добавил еще, потому что чуть-чуть удлинить ручку. Они же как профессионалы в верчениях, они даже захватывают где-то выше ручки, чтобы верчение проделать туда-сюда. И вот это, чтобы удобно было им. Иногда мастер сталкивается с проблемой дефицита сырья. Но руки опускают только лентяи, говорит он. Проблема решается просто. Нужно следить за развитием рынка, обращать внимание на новых производителей. С дефицитом сталкивались всегда. Сталкивались потому, что единственное, что наружная часть чита, нержавейка, оно было всегда, можно приобрести в нашей республике. Титан, например, я находил по интернету, один раз нашел в Санкт-Петербурге. А вот АМГ-2 вообще пропало в одно время, его не было нигде. Я вообще удивлялся, куда он мог пропасть. И один раз по телевизору смотрю, вот показывали какой-то новый истребитель, на котором все подвески были вот с этого АМГ-2. И вот тогда я понял, куда оно. А так Титан тоже долгое время, он подорожал очень сильно в одно время, потому что все уходило в Америку. Я этот лист, который когда-то в Советии вот брал за 20 рублей, он в последнее время стоил 118-120 тысяч. И очень сложно было его найти. А вот этот АМГ-2, вот, как-то связался с базой снабжения Кабардино-Балкарии, с прохладным, перечислил деньги, они в Сибири его заказали и прислали оттуда. Воинственные горцы всегда с уважением относились к оружию как к символу справедливости, силы и борьбы со злом. И свои сабли, кинжалы и мечи использовали не только по прямому назначению, но и сделали их главным атрибутом национальной хореографии. Такие танцы отражают героизм и отвагу, силу и ловкость, смелость и мужество, являются одними из самых захватывающих, зрелищных, искрометных, но и опасных. Поэтому мастерство танцоров должно быть отточено до мелочей. Исполнение таких танцев с их неистовым ритмом и одновременно строгостью движений, зажигательных, полных мужественной силы и огня, несущих в себе огромный эмоциональный заряд с разнообразными резкими поворотами, проходами и прыжками, требует длительной и тщательной подготовки. На испанских клинках была гравировка «Без нужды не вынимай, без славы не вставляй его». Это сарматы и скифы давно, до них еще сказали, любой джигит, если ты себя считаешь джигитом, должен быть ответственным ко всему. И баловаться нельзя. Это, безусловно, опасно, конечно, поэтому и репетируют долго, не то, что любой танец опасный. Это можно без сабельщита порвать мышцы или что-то, когда человек не подготовлен. В 79-м году мы с ансамблем «Терек» были на круизе по Средиземному морю. И там мы как-то встретили один праздник на острове Мальта. Там был большой парад, маскарад. И они попросили, конечно, нас тоже станцевать. А покрытие было там мраморное. Соответственно, там мы как-то, танцоры все на сценах, канифолием тоже немного пользуются, чтоб не скорбь была. Был момент, когда у моего напарника, значит, скользком по моей шее немножко вошла вот эта сабля, да. И их полицейские уже там надо было на их глаза посмотреть. Они быстро потом в участок отвели нас, значит. Меня обработали там чуть-чуть, там особо не было, там особой крови не появилось. Но они были удивлены всему того, что происходило там. Любой танец, говорит Руслан Минзаев, это не просто пластика тела, а олицетворение души народа, отражение его характера. Знающие люди легко определяют, кому именно он принадлежит. По четким, стремительным движениям или плавной манере исполнения, по жестам и рисунку. Через такое искусство люди издревле выражали свое восприятие мира. Например, еще есть хореографические композиции немножко из прошлого. Его так и объявляют. Это когда в старинные времена, значит, особой возможности не было, чтобы со своей любимой девушкой где-то увидеться или где-то посмотреть на него. И для этого как бы был один момент, значит, когда девушка выходила за водой с кувшином, значит, он знал, что во сколько она примерно пойдет. И вот эта композиция исполняется в таком плане, что он опоздал немного. И там Алдара с ним проходит мимо. И он пристал к этой девушке. Хотел познакомиться. И в этой связке, значит, она как-то момент уловила момент и выхватила кинжал у этого обидчика. И этот кинжал она не на него направила, потому что она-то понимала, что у него и сабля, и шкит, и все. Но она направила на себя. Если подойдешь ближе, типа я покончу с собой. И вдруг появляется ее возлюбленный, который переграждает тому дорогу. И, естественно, уже все это сопровождение идет поединком. Кто кого отбоюет, тот тоже не хочет отступиться. И начинается рубка. И вот когда, значит, у обидчика выбивает саблю ее возлюбленный, она бросает платок свой. Это старинный обычай, который любую войну, любую драку, вот этот женский платок мог остановить. Они прекращают вот это. И она еще бросает этот кинжал ему под ноги, и он уходит так. Конечно, придачу получает от нее без слов. Притрагиваться даже нельзя было к девушке пальцем. И носовой платок она, значит, дарит ему. Это был знак того, что она согласна уже, значит, как бы на дальнейшие, значит, жизненные обстоятельства. Национальный танец в каждом движении несет в себе историю создавшего его народа. И Руслан Минзаев счастлив от того, что его изделия участвуют в создании хореографических композиций. Тем более, что кроме него изготовлением щитов и сабель для танцевальных коллективов сегодня никто на Кавказе не занимается. Честно говоря, очень приятно сейчас мне это озвучить. На Северном Кавказе первый щит был сделан в Чикале. Ну, с тех пор оно делается только в Чикале. На Северном Кавказе никто их никогда не делал, особенно из Нержавейки. Я буду приятно удивлен, если кто-то сделает. Вот у меня на дверях мастерской приклеена афиша госансамбля ЛАН, где как раз танцует этот, любой скажет, это щит сделал Руслан Минзаев. Потому что их до меня на Северном Кавказе вообще никто не делал. А с Нержавейки подавно их вообще пытались один раз как-то. Я встретился с одним еще специалистом, который делает вот эти женские нагрудники, ремни, газыри. Он повел меня в свой кабинет и показал меня мой щит. Они разобрали, а когда-то у них пришли, заказ был. Они его разобрали, долго мы за ним с ним учились, но, говорит, сделать мы не смогли его. Не получилось у них все это. Но это очень тяжелая работа. Азы древнего ремесла мастер постигал самостоятельно. Осваивал через боль, пот, кровь и ошибки. Учителей у него не было. Фантазия подсказывала, что и как нужно делать. Все этапы такого процесса требуют не только сноровки и опыта, но и большого количества времени. Один комплект, вот, чтобы сделать, это минимум, это недели надо над ним работать. Это очень такая тонкая работа от нас за другим. И, во-первых, даже если вот эти уже вырезки сделают, уже пальцы настолько устают, я вручную все это вырезаю. А у человеческого организма тоже есть свои пределы. И вот так потихоньку, потихоньку делать, это уже получается неделю. Если над большим комплектом работать, например, если вот сейчас государственные ансамбля делают 35 комплектов, это где-то около 1200 дырок просверлить надо в нержавейке, а через 3-4 дырки сверло надо точить. Выдерживает 3-4 дырки сверло. Своё мастерство Руслан Борисович мечтает передать подрастающему поколению. Правда, учеников найти сложно. Процесс слишком трудоёмкий, ручная работа. Дело нужно полюбить и принять сердцем, говорит он. Тогда и результат будет. Ученики у меня были. Были и в разное время. Я всё-таки пытался, чтобы всё это не осталось, как бы, и даже инструменты, это просто так не пропали. И работал с ребятами, но самый больший, кто выдержал, это 4 недели, если правильно помню, но не больше месяца. Вот вчера, например, у меня появился ученик новый, который изъявил желание, и ждать-то я его ждал где-то в месяц. А вчера пришёл, и он сделал первую вырезку, то есть вырезал круг, откирновал, значит, вот эти 12 дырок и просверлил. Вот это для меня уже был успех, но видно было, тяжеловато было резать его, значит, ручную, ручными ножницами, но он с этим справился. Я очень надеюсь, что он не бросит это. Мастер уверен, интерес к авторским изделиям не иссякнет. И не потому, что это ручная работа, а потому, что всё сделано с душой, качественно, с перспективой на долгую службу. Тем более, танцевальных коллективов с каждым годом всё больше, и, соответственно, работы прибавляется. Производство сабель-щутов, эта потребность в них будет всегда. Пока человечество и Осетина, Аланы, Вайнахи, кабардинцы, пока они будут на этой планете, я думаю, оно будет существовать. Ему деваться некуда. Для совершенства предела нету. И направлений очень много, человек может развиваться. Конечно, это уже не для моего возраста, но молодым бы, я всегда говорю, и это подсказываю всем, что не надо ни от чего отказываться и уставать не надо. Всё-таки твоё что-то когда-то и придёт к нему. Я многим, чем ещё занимаюсь, многими вопросами, очень многими. Честно говоря, иногда даже устаю, но вот это слово, озвучу по-сински, в Сауде-Саоражево, вот это слово я очень уважаю и очень люблю, когда, если мне в день три, четыре, пять разы это не сказали, я считаю, что не жил этот день. Да, устает человек от многого, когда обращаются по одному вопросу, по другому, но кому-то хорошее сделать всё-таки это благо, всегда вернётся к человеку, возвращается. Если день прошёл, а сделать ничего не удалось, мастер считает его напрасно прожитым. Многие люди боятся рисковать и в итоге упускают шансы изменить свою жизнь, говорит Руслан Борисович. А он отважился начать свой путь к мечте с нуля, с желания действовать. И у него всё получилось. Руслан Борисович